Нила Александровна, я сейчас маленькое объявление сделаю, важное такое, постой на месте там, батюшка вчера позвонил, вот идут как-то копаются, ну ладно, считай наши все, переводи ей, переводи, вчера батюшка позвонил, У нас была здесь в лагере Наталья Приходько, она вышла замуж, улетела в Америку, мужа звать Валерий, вдруг обнаружили нехорошая болезнь у него, чуть ли не рак, и просили всех помолиться, а я перед этим с ним когда виделся, и он говорит, у меня родители, старики жили почти 100 лет, у меня еще впереди много будет, однако видишь как, значит Валерия звать, Если это по сердцу вам, на молитве вспомните, она просит из-за океана, у нее, не знаю, трое или четверо уже ребятишек, один-то умер, там или родился неживой, так что сестра, ты знаешь, о ком я говорю, все слышали? Так, на этой неделе, что было в пятницу, мы прошли много, поехали туда, Игорь не знал ехать или не ехать, меня даже спросил, я говорю, сам смотри, с барабашом ездили, После дождя, когда ночью гроза была, с трудом выехали, тут где-то направо, машина едет, мы так, на 180% нас разгорнуло, туда, обратно, но все-таки, а выехали на трассу, маленько проехали, а дождя там не было, сухое все, А когда уезжали из Барнаула, там дождь хлещет, вода просто потоком идет, а поехали сюда, тут чисто, Бог как будто шланг направляет в разные места, ну доехали, с дороги позвонили, мне надо было ехать, а та речь шла из-за чего, Елена позвонила, и сельсовет сказал, что на них наседает прокурор, наседает, чтобы снести, послать, она сказала, говорит, ну я поеду, вот осенью, когда займусь лавить, музеем-то нет, надо сейчас, и поэтому, Сразу мы все сделали, заготовили и поехали, ну поехали пятница, ЛДПР там не было, яблоко Татьябинского тоже, а я не знал, что у них депутация, А остальное было везде, и в прокуратуре, и по защите прав человека, 7 организаций прошли, и везде принимали их очень хорошо, и все вопросы задавали, зачем, а зачем ему это нужно, зачем, ну не знаю, Я всех просил молиться, Игорь не мог со мной ездить, а мы с дороги позвонили, и Галя загуляет, и она на машине подкатила, и она мне всю дорогу везде возила, 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 Оделась, белая платья, там там, что на ней белое, ну заходим, сразу видно, что просим не своего, я упираю на то, что в стране 3-3,5 миллиона беспризорных детей, Если бы копию взяли с нашего лагеря, музей, как есть, это тысячи и тысячи детей, или миллион мог быть поднятый, дать достойно им жить в этой жизни, То есть я не о себе речь веду, ну мы отдать-то отдали, прокуратуру, ну это отделение, и головное это управление в Москве, И поэтому все заготовили, благодаря Елене Анатольевне, тут все, она, без нее я бы вообще ничего не сделал-то, Все, почту отправляем, а дальше как будет видно, это воля Божья, то есть мы не сидели, Господи, как Павел сунулся в одно место, в другое, а воля была идти совсем туда, Нас ничего не убивают, прокуратура в ответе, краевая ответила, к вам, этот Максим, прокурор Мангута, никаких претензий не имеет, Так что это последняя моя акция, дальше занимайтесь сами, соберитесь все в собрании, Каким образом вы должны дать знать, что меня здесь нету, то есть я не участвую, это ваше, строение ваше, И вы теперь сделайте так, чтобы все молились, а потом, как убирать, это территория деревни, А что они безумствуют, тут только не надо, и 8-100 роется, и уже дом за территорией деревни, А как аж восстановление, это какое деревня, когда дальше нельзя, туда нельзя, явно дело, что они безумствуют, По Теряевке выделено 4, 370, кажется, гектар земли, а они в собрании урезали все там до 5 гектар, кажется, Батюшка поехал, ну, сказал, что будем, а мне не надо обращаться, мы решим, через 2 месяца, Сейчас месяц прошел, они будут решать здесь, вернуть на прежнее место, то есть положено, А это на территории деревни, а на территории деревни, Елена Анатольевна позвонила, Как он кадастровой-то ответил, что если бы свинарники и телятники, то можно, А если лагерь и музей, то нельзя, то есть еще вы не совсем оскотинились, не совсем о свинячились, Это уже положительно, что вас за свиней не посчитали, но отношение к людям видно какое, Значит, если это свинарник, у меня там был бы, меня тронули, а если это лагерь, это какая же страна, Это новое поколение выросло, которое совершенно не понимает жизни, ничего нету, им зачем врагов делать, Так просто это не останется, мы слишком далеко шагнули, во все средства массовой информации, На неделе я сказал, Галя и Дубунов там должны отпечатать и пойти, Пойти везде дальше, чтобы люди знали, мы призваны говорить, потому что это разрушение, А вы на молитве и утром, и вечером все время вспоминаете, Вот момент, как только уезжать, в пятницу это было, а в четверг я уже знал, только выехал, Прямо посреди дороги Серафима Гавриловна, а я к ней хотел заехать, Сразу на нее натолкнулся, молиться, она за руку у меня, хорошо, Дальше я к Неониле Александровне заглянул, это мои друзья, ну и всех оповестил, поехал, Проехали очень хорошо, и где мы были, ну там КПРФ, а что там, молодежная комсомольская, Везде Сталин у них, приняли очень хорошо, я в конце говорю, мы просим вас помолиться, хорошо, Где бы мы ни были, там Россия, там единая Россия, справедливая Россия, То есть, ну Россия, и все согласились молиться, все копируют, оставляют себе, То есть, мы движение делаем, уже что-то есть, люди услышали, смотрят, сами берут, Копируют себе все документы, мы не знаем, где стронятся, Мы на нового губернатора вышли, а его представитель, который принимает людей, и говорит, Сейчас выборы его будут, его Виктор звать, как фамилия-то? Томенко. 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 Вот, и этот, который представитель, такой мощный мужчина сидит, А прокуратура, суд нам не подчиняются, я говорю, я не прошу подчинять их себе, Вы дайте знать, новый губернатор, может труппу, да вы как понимаете, Он сейчас возьмет труппу и скажет, дорогой Максим, ты там не делай так, Я говорю, у него слова какие-то есть, или он не уважает губернатора, Притом все беззаконно, я захватил землю, у меня на него документ есть, Что я не захватывал, а дали, фальшивый документ-то, и на фальшивой статье теперь он все раскручивает, Он может так позвонить, да вы как-то понимаете, я говорю, я так и понимаю, что мы люди, в первую очередь, Они и козябки, не пункт какой-то, он к нему присоединился, Чего не хватает здесь? Мы не захватили, мне дали 3 гектара, а вы знаете почему? Потому что в это время, некоторые даже не знают из вас, Некоторые, на нас наседала санэпидемстанция, мы не соответствуем нормам, Ну как норму, мраморные туалеты я не могу сделать, а как? И в это время, год был, уже перестройка заканчивается, появились миллионеры, миллиардеры, На меня выходят люди, которые прямо говорят, как, а мы не знаем, куда деньги девать, Такие деньги, деньжищи, я говорю, вы хотели бы участвовать в детских лагерях? Конечно, давайте план на 700 детей, не на 70, как у меня, в 10 раз увеличить, И поэтому вдоль деревни, по этой улице строим корпуса двухэтажные, столовая отдельно, И от трассы до сюда асфальтную дорогу, согласны, То есть это большие, конечно, деньжищи, настоящие там, А на следующий год уже компартия ушла, и все эти законы, все договора никуда А мне эти дали землю, председатель всесовета, председатель, директор совхоза, Главный бухгалтер, депутат, главный агроном, 5 подписей, что дают мне на 10 аренды Но если я строю, ясно дело, через 10 лет никто не ломает Такой закон, через 10 лет продается Но я не знаю сейчас, как это у меня получилось, я молился Я сказал, нет, брать ничего не буду, тут что-то не то Это земля А они написали, у меня бумага с печатью их Что я должен проект представить, Мамонтовское архитектурное бюро И когда все построено будет, чтобы приняли этажи, тогда все дальше идет Речь шла, конечно, не об этих курятниках, как их называли, а о зданиях И поэтому взяли лопаты, ведра и стали кучу разрывать навозную А там бульдозер, где коровники были, все с кучи-то сгрудил, огромная-огромная куча Вот мои там русские печи, две печи у меня И они прямо с задней части упираются, и выше даже печей все еще идет навоз Ну и дальше все это Я ни одного квадрата не захватил Там кроме крапивы, конопли, никогда ничего не росло Это такая насмешка над законом Там, когда строят где-то у реки Истры, там Пугачева или кто-то Без разрешения, тут понятно, под Москвой Там на вес золота, а тут, во-первых, бросовая Ничего никогда не росло Ну зайди, посмотри, где лагерь-то стоит Мы там ямы, фундаменты, мы все засыпали, трамбовали И на этом месте построили Допустим, они приедут, сейчас развалят Все развалено так, там ничего никогда не было и не будет Тысячу тонн навоза никто вывозить никуда не будет Ну даже вывезли, что дало Как вспоминает в Тихом доме, там Гришка Мельников Из земли дерутся, да у нас заглонись Этой земли Пристройка началась, миллион двести тысяч гектаров Которые не засеянные, брошенные Миллионы двести тысяч гектаров А у меня лагерь занимает 0,09 гектара На навозной куче притом Поэтому через это что-то Бог хочет сказать Так просто не бывает То есть такого явного, наглого, безумного поступка Который на нас власть наползает Даже придумать нельзя Ко мне не имеют ничего Повторяю, я отхожу Берите все вместе на себя Теперь из деревни воевать будут А если глава администрации сказал батюшку подождать То где-то решение может быть рядом Но это нам дало повод Выйти на арену И заговорили В одном месте женщина Единая Россия То есть это путинская, которая Или кажется Медведев Ну кто-то рядом где-то И она Латкина, это не вы были репрессированы? Да Я говорю, откуда вы знаете? Так об этом вся пресса гудела тогда Видишь как Нашли людей, которые знают Она видит Так что То, что мы на арену выходим Это Бог нас так делает Чтобы мы не сидели Ноги у нас Вены не лопались Я ходил везде Что-то с левой ногой По этажам По этим Что-то какая-то там Хрустит не так А врачей я еще пойду Когда отработал свой срок Вот мы разойдемся И вы Начинаете молиться Потому что Главное что Елена Анатольевна узнала Как отсылать Письма в электронной почте Все составили А она не копирует Только печатать Непосредственно окошечки В котором есть Так что Сестра Помаленьку начинай Хотя бы в три места В Думу И здесь можно послать Письма электронные Помаленьку каждый день Ну там что Четыреста знаков Где-то маленько еще Я не знаю С пробелами С пробелами это дело Знаков Больше нельзя Система не примет Вот умная техника Даже человек бы этого не сделал Вот так Сегодня занятия-то будут? Ну да, будут Так, на этой неделе У нас уезжает Владимир Юрьевич И с ним еще трое Оля вот уезжает От красной клубки И на следующий день Уезжает Марина И ее дочка Вот они стоят двое Из Украины У нас никого больше нет Одни мы Ну мы кто? Володя Пока Сергей Павлович Вот он Где он? Вот он Стоит И вот Виталий Калиников Виталий А тебе поступило там Швейцарь Шапочки Такого похож На кого Сказали Чечен Саша Ты имею ввиду Если в случае чего Так Попадешь В этот разряд А то вы надеваете На себя Чужой Ты знаешь В житях святых Говорится Он переоделся Чтоб налоги Не брали А кто-то Обнаружил его Что он не мусульманин И казнили его А все Из-за шапочки Вот Камилавка Это тоже Оттуда пошла Это От мусульман Камья Это как Верблюд Из верблюжья волоса А они как шьют Такие вот Ну священники для себя А там ничего в этом нету Ни ближе Ни дальше Все пока С Богом Сегодня занятия Общаз Да? Я понял Общаз Понял Общаз Понял Пока Дорога Дорога